добрый день вы на канале 18 суток и сегодня я хочу сделать полный обзор культиватора это насадка для мотокосы для китайских мотокос я хочу рассказать вам полностью как она в работе техническую часть ее какие есть плюсы какие минусы сейчас пока начнем с технической части и так вот наш агрегат в разборе так чего он состоит состоит из таких двух половин вала шестерней и червячные шестеренки здесь стоит подшипник игольчатый 1 2 стоит шариковый подшипник упорный дальше стоит втулка она служит вместо подшипника втулка скольжения дальше стоит цельничек резиновый вот он и переходник на 9 лицов здесь резьба обычная правая так что дальше действует еще один упорный подшипник вот он тоже игольчатый так внутри стоит еще один подшипник это тоже игольчатый подшипник все здесь сделано как бы на совесть единственное что у меня случилось с этим вот аппаратом он не проработал даже двух минут и сразу заклинил заклинил почему потому что вот эта вот втулочка полностью заклинила на валу был большой задир на валу и сама втулка получила тоже задир хороший почему потому что сюда не попадает масло у меня есть видеоролик по ремонту вот именно вот этого вот вала этой втулочки как отремонтировать как нарезать там фаз канавку я отдельно под видео дам ссылочку посмотрите там полностью как сделать вот как стоит наш вал вот здесь есть прорезь фиксирующая неудобно и снимать одновременно и крутить то все его стоит втулочка нас сальничек то есть дело все у нас тут вот таким вот образом вот она вращается здесь и вращается у нас вот в этой втулке сюда не поступает масло соответственно втулочка клинит и клинит она даже если вы купите и только вы заведете попробуйте что-то сделать она заклинит буквально через десять минут так что прежде чем что-то делать надо обязательно обязательно нужно будет вам все это дело разобрать делать из канавку посмотрите на видео там указано все как все это делать отверстие в этом техническое в эту камеру со стороны винтик откручивается часа покажу вот винт вы поняли когда закачивается масло и ссылочка смазать и тогда будет работать у вас отлично дальше здесь стоит шестерня нас бронзовая бронзовая шестерненка и чугунная червячина здесь надо будет замкачивать смазочку смазка обязательно заказать молибденовую как молибден использую такой вот просто супер и добавляю в него немножко машинного масла чтобы она была более жидкая чтобы текучесть была в нее но не сильно жидкая но в такая как как мед вот смазка вот она разбавлена с машинным маслом ведь она она тянется при нагреве она станет еще чуть жидче и полностью все в редукторе все будет смазываться если вы забьете густой смазкой она просто разбросается по краям и соответственно вас опять будет опять будет неприятностью так получается смазка вас будет самом низу подаваться по шестерне и подаваться на червячина и все будет смазываться так все было это скручено винтами вот они у нас здесь были винты головка на 11 галочка должна быть очень тоненькая так что я передел поставил такие вот под шестиграничек как бы очень удобно так что еще вам рассказать ну давайте будем собирать ее я покажу как она в работе какие плюсы у нее есть какие минусы все что касается по поводу вот этого всего дела как надо переделать не вздумайте сразу заводить иначе я же добавьте себе дополнительного геморроя здесь на валу будет задир и потом будете шлифовать все это ну в общем купили сразу разобрали сделали ссылочку я еще оставлю внизу под видео культиватор уже собран сюда была забита смазочка вот отверстие для смазки в редуктор который забивается вот техническое отверстие вот с винтиком она таки вот заключается главное винтик должен быть короткий чтобы не уперлись прямо в вал и шайба грузера так главное не забивайте никогда очень много масла сюда в редуктор почему потому что при нагреве это червячная передача он очень будет сильно греться при нагреве масло начнет нагреваться и создастся излишнее давление вас просто повырывает сальники либо масло погонит через через щели сюда конечно можно забить масло побольше почему он уже здесь маленькая камера здесь ничего такого сложного не будет даже если давление создастся на просто выдавить сюда в середину так сейчас мы смажем его смазочка я же показывал да она должна быть жиденькая она должна быть такая тянется при нагреве нас они жичи так забиваю таким и шприцом обычный шприц шприц стали и вот даже излишки полезно все там корень камера маленькая если излишне уберем закрутим и все так и покажу что может этот культиватор стоит ли его покупать для культиватора еще идет в комплекте такой вот щиток ставится не разбрасывала землю с ним конечно удобнее если вы будете примеру пропалывать земли не разбрасывает не нарывает куча прямо под низ и по сам культиватор и укладывает так ну щиток я не буду одевать чтобы вам было видно как все это дело происходит как он работает так что будем испытывать вначале мы уберем сорняки вот участок здесь не перекапывалась немножко из сорняка как бы земля позапрошлом году она только перекапывалась земля влажная сейчас заведу посмотрим что получится а 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 сейчас я хочу показать на какую глубину берет культиватор момент а но Но это не обязательно, так я показываю, на какую глубину можно прокопать. На сухой земле разницы никакой нет, точно так же копает. Но может быть чуть-чуть дольше надо. Землю можно прорыхлить, которая измельчает любые кирпичи, любые камушки, что же попадается, все измельчается. Итак, вывод. Что я хочу сказать. Ну, сколько тут я, ну, минут 4, наверное. Кусочек этот получается здесь 7 метров, 2,5 метра. Так, обработал. Сказать честно, вот эта вот железяка весит 5 килограмм, плюс 1,5 метра сама штанга. Вещь тяжелючая. Чуть поработал, у меня начала болеть спина, не болят руки. Ну, большие площади, они, я не знаю, это через час можно вообще умереть. Оно тяжелое, во-первых, надо давить, чтобы оно там хоть что-то там выгребало. В сухой земле оно еще как-то более-менее, там мокрая земля, оно вгрузает все это дело. Оно как клейстер. Ну, что я хочу сказать. Ну, для прополки, как бы, маленьких участков, это вещь все нормальная. Но если что-то очень большое, это проще, мне кажется, тяпкой сделать. Теперь посмотрим, как она будет обрабатывать целину. Сейчас я заведу. Чехол я снял. Если установить чехол, конечно, земля не будет лететь. Все будет аккуратненько. Так что, сейчас заводим и смотрим, что будет дальше. Вот за все кусок вот этого. О-о-о! О-о-о! Субтитры сделал DimaTorzok Итак, результат. Целину она не берет. Единственное, что можно траву скосить с целины. Ну что, попробуем разбивать в ней перекопанные уже комья земли. Вот грядки перекопаны. Сейчас мы будем эти камни измельчать. Земля влажная, она как клейсер налипает. По сухой они, конечно, будут намного лучше. На культиватор я установил защиту, чтобы не разбрасывало землю. Сейчас будем пробовать. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Теперь с помощью культиватора буду делать канавки для посадки томатов. Сейчас мы заведем и посмотрим. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Это я вам показал, как можно сделать канавки под томаты. Уже по перекопанной почве подготовленной. А теперь, смотрите, видите, здесь никто ничего не перекапывал. И сейчас я покажу, как можно приготовить канавки здесь. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вот и все. Итак, подведем итоги. Ну, что я хочу сказать по поводу этого культиватора. Местерее всего, им надо было дать название не культиватор, а рыхлитель и пропольник. Для того, чтобы прополоть, надо, чтобы полностью вся фреза вот эта вошла в землю. Почему? Потому что она стоит под наклоном. И только кусками хватает. Как бы, это надо приложить очень много сил, чтобы прополоть. Что касается прополки. Во-первых, он очень тяжелый. Нереально. Это равносильно, что вы возьмите обычные грабли, привяжите к ним пять кирпичей и начинайте этими граблями вправо-влево таскать. Через 20 минут вы просто... Все. У вас не будет ни сил, и спина трещит. У меня после вчерашнего спина трещит, и руки болят. Начинаете прополоть и начинает прыгать. Соответственно, идет вибрация на руки. Единственное, для чего он, вот как бы мне, для меня, это для измельчения, после перекопки, измельчения вот этих вот глыб. Почему я решил его купить в прошлом году, осенью, я высаживал чеснок. За лето земля до такой степени высохла, она превращалась просто в кирпич, асфальт обычный. Вот я такие вот глыбы вытаскивал, потом граблями все это, лопатой разбивал, короче, грабли убил. Две пары граблей просто вдрыз их, они там вот посворачивало их. И вот сразу появилась у меня такая идея, купить вот этот вот культиватор, только для того, чтобы измельчать вот эти камни. Сухие камни, он хорошо дробит, отлично. Ну, единственное, что вот эти канавы там копать какие-то, там канавки под эти самые, под томаты, под перец, под посадку, чтобы там лопаты или чем-то там не это самое, не выколупывать, вот это быстро. Ну, это опять же по перепаханной земле, как бы по целине, он вообще, я не знаю, это игрушка. Если земля не перекопанная, тоже довольно сложно все вот это дело вспахать. Лопаты, мне кажется, быстрее можно перекопать, чем вот этим, во-первых, бензина спалить немерено. Не знаю, спина трещит, просто нереально, руки, вибрация идет. Я не говорю, что это плохая вещь, как бы, ну, для себя я сделал вывод. Ну, а вы уже делаете для себя, стоит ли вам покупать ее или нет. Что я хочу в заключение сказать. Этот культиватор предназначен для дачников, у которых небольшие участки, там 2-3 сотки. Да, может там что-то спушить землю, обработать там куста вокруг кустарников. А у кого большие площадя, очень, 40 соток огородок, как бы это игрушка. Я не знаю, я лично себе себе жил бы в деревне, я такой не купил бы. Так как у меня участок небольшой, можно использовать его. Ну, на этом обзор я заканчиваю. Заходите на мой канал, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите, обязательно отвечу на ваши вопросы. На следующем видеоролике я расскажу о мотоопрыскивателе. Очень классная вещь, сделаю полностью обзор. Плюсы и минусы. Так что, заходите. Всем пока.